Да, ну если, я не знаю, как на русском, если читать, то, ну как бы, нас тут, конечно, большинство, четверо, да, и не знаю, нас как Гуру Деф, он не поймёт. Гуру Деф, мы читаем книгу «Вилапа Кусуманджали», окей? Я сейчас попробую до Премадуре достучаться, если у меня получится, конечно. 96. Да, я, 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 96. То есть, наш, наш Рагунатха, да, то есть, он поёт, молится и плачет, да, и он видит, что, да, обращается к Радхике, к Радхике, да, то есть, как кинкари, как вечная служанка, я твоя, Радхика, я твоя, я не могу жить без тебя, о богиня, пожалуйста, скорее пойми это и даруй, даруй мне прибежище своих лотосных стоп. Да, комментария на Татас Бабаджи, комментария на Татас Бабаджи. Рады-рады, Анна Татас Бабаджи говорит, что все, все, вся молитва, да, вилапа Кусуманджали, все стихи, да, это, они говорят о том, что Ширагунатха, он созерцает самого себя, свою ситхосварупу, как Туласи Манджери, Туласи Манджери. И одновременно он благословляет, он благословляет трансцендентным служением в лилах Рада Мадовы. Да, он одновременно и созерцает, и дарует благословлением, знаете, как трансцендентным служением в лилах, да, все, кто будут погружаться в эти лилы, да, то есть они непременно окажутся там, в Кунжах. Да, да, и в этой молитве, да, из этой молитвы мы видим, да, то есть это плач, это стинание, да, и когда видения у нашего Туласи пропадают, да, уходят. Мадхурика, мы тебя ждем скорее, родная. Включи звук, звук включи. Рада, вы думаете, я смогу перевести, я же с английского только. Я откуда знаю, Гурудаев сказал, он тебя позвал и ждет. Пробуй, ну хотя бы минимально что-то. Рады, рады, давай, давай, давай. Гурудаев, я не уверен, что я могу перевести, я могу перевести из русского в английский, из русского в английский, это так сложно. Давай, Мадхурика, ты что? Ну хотя бы что-то, а то представляешь, как это, без перевода-то. А пробуем? Да, то есть я начну тогда, сначала мы недалеко ушли буквально на предложение назвать. Мы читаем 96 стих, Вилапа Кусуманджали. Ширагунатхи да с Касвами, с комментариями Ананта да с Бабаджи. 96 стих. А сейчас открою. И сегодня утром читали. Да, 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 да. Да, Радосиран меня попросил, вот и Гурудаев тоже, ну как бы, направил нас. Я твоя, я твоя, я твоя, я не могу жить без тебя, у Рада, не могу жить без тебя. О богиня, о Деви, пожалуйста, пожалуйста, пойми скорее это и даруй мне вечное предлебежище у своих лотосных стоп. Батхурика, читай, поможешь по книге. Рады, рады. Да, и комментарий Ананта да с Бабаджи. В этой молитве, да, вот во всей книге, да, вот в Вилапа Кусуманджали, да, мы, 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 то есть, мы должны понимать, что Ширагунатха да с Касвами, он видит себя, да, в своей ситхосварупой, как Тулу Симанджали. Мы должны понимать, что Ширагунатха да с Касвами, он видит себя, как Тулу Симанджали, как Тулу Симанджали, как Ситхосварупа. Преима Мадри, я хочу сказать, что вы, если вы хотите, я хочу сказать, что вы можете, я хочу сказать, что вы. Спасибо, что вы не слышите. Все хорошо, Матхурика? Очень маленькими, ладно, я не могу. Хорошо, хорошо. Ну так вот, да, абзацами. Да, то есть он одновременно созерцает, да, Рагунатха, он видит себя как Тулуси, созерцает и одновременно он благословляется, благословляется трансцендентным служением личным в лилах рада Мохана. И когда эти видения пропадают, он так величайший, сильно скоростный. Он плачет и молится лотосным стопам свамини, чтобы снова, снова обрести хотя бы на секундочку это служение. И в следующей, Анантадас Бабаджи объясняет, что в следующей девять, да, в последующих девяти стихах, да, наш Рагунатха, вот вы из этой молитвы, да, из Вилапа Ксуманджали, он будет находиться в своей садоке выше, да. А, подожди, подожди, в последующих девяти стихах он сварупа выше предлагает молитву сварупа выше, как Тулуси. Он предлагает молитву лотосным стопам. Он предлагает молитву лотосным стопам, именно стопам, только вот не смея, смиренно. И он также молится, да, на шатулусе, именно сварупа выше. Он молится и Радхике, да, и стопам Говинды, и стопам Шивишака Саки, о том, чтобы они исполнили последнее его желание, единственное его желание сердца. Да, и в этом стихе, в этой молитве, да, мы видим. В этом стихе, вот эта преданность Рагунатхи, она принимает, знаете, как чаша, да, как бокал его сердца, принимает полное прибежище лотосных стоп свамени, чтобы лично, лично, сию секунду непосредственно служить и лицезреть этим стопам. Да, то есть мы, я от себя добавлю, что, Матхурика, давай отойдём от текста, что он, то есть его горящее сердце, знаете, вот этот кубок, как здесь наполнено, переполненное сердце, да, переполненное, оно ещё и горящее, вот эта боль, разлуки настолько, что он хочет сейчас не терпеть, значит, он будет по тексту говорить, что ни секунды я не хочу терпеть. Приди, ты должна, пролей на меня милость свою. И она тогда с Бабаджи говорит, что шаранагати означает принятие прибежища, да, или преданность, предание. Шаранагати. Шаранагати означает taking shelter of surrendering himself. И говорится, что вот такое принятие, как у Рагунатхи, да, вот это вселенское горящее сердце, да, и, знаете, как закипевшее от того, что вот до безумия, от того, что я не могу ни секунды, и это только отправная теперь по тексту, Мадхурика, да, чем больше растёт преданность, тем больше продвижение. А, я, наверное, перескочил. Нет. Это отправная ступень, вот эта строка, это первая ступень отправная, садхана-бхакти. Первая ступень, да. И Ананта Дасбабаджи, да, Ананта Дасбабаджи прям утверждает, что вот такой уровень, вот такая жажда, вот такое горящее сердце, без этого невозможен никакой баджан. То есть он ещё не начался, если мы вот... Я сказала, что без горящего сердца нет никакого баджана. Да, да. Вот как у Рагунатхи, да, как у Рагунатхи. И продолжает Ананта Дасбабаджи, чем больше, вот такая жажда, знаете, да, растёт горящее сердце, чем больше растёт вот такая преданность стопам Радхарани, тем скорее и больше продвижение, знаете, встреча с ними. Рады-рады, Ананта. Да, и вот подтверждение, такое сравнение, да, аналогию, вот как мы взяли чаша, да, или сердце, такой бокал, вот наше сердце, которое наполняется вот этой горящей жаждой. И вот дальше Ананта Дасбабаджи говорит, что чем больше, чем больше вот это сердце, знаете, мало того, что, знаете, если горит сердце, да, мы же хотим охладить его, но здесь вот из этой строки, чем больше растёт вот это, да, продвижение, тем больше, больше и больше сердце нашей, да, цадаки, как кинкари, наполняется чувствами преданности к Радхике. Да, вот у меня вопрос, давайте, у Гуру Дева, рады-рады, баба, у Гуру Дева микрофон отключен, да, и Матхурика, перейди вопрос, вот это вот, как Махараш, вот его мнение, вот эта жажда, насколько она, да, вот, ну пусть он скажет два слова по-по-по-по-по-по-вышесказанному. Рада Гавинта is asking Guru Dev to explain it, your feelings about it. Beautiful, very nice. Очень. Полное предание. Больше предание, тем больше преданности, тем более… Больше предание, и наоборот. Чем больше Шаранагати, тем больше предание, преданности. Идем дальше. Рады-рады вы. Да, давайте продолжим, продолжим. Гуру Дева зашли, да, вайшнавы. Кинкари, кинкари, забешали кинкари, у нас на его. Да, то есть жажда, мы говорим, да, вот Гуру Дев, о чем сказал, добавил, изумительно. Айананда, да, с Бабаджи продолжает преданность, вот это, да, преданность, мы должны, да, стопам, вот о чем мы говорим, Рагунатких сегодня, да, к лотосным стопам он молится. Пойми скорее, я не могу без тебя, я твоя. Переводи, Матхурика. Я, наверное, от себя немножко добавляю. Спустите, можете послушать? Да. Аната Дазбабаджи говорит, что преданность, преданность является и практикой, да, вот это вот, вот это чувство, да, мы должны понимать, чувство, оно является и практикой, и целью, и самой жизненной силой вот таких преданных, Расика преданных. Да, и вот такое вот чувство преданных, Преданность у расиков, таких преданных, кто вот с такой жаждой, с такой горячим сердцем входит, это является их постоянным долгом. Только с помощью такой преданности можно обрести воистину према-бхакти и лотосные стопы нашей свамини. Да, и Ананта Дасбабаджи подчеркивает, то есть мы все сейчас должны задуматься, вдуматься в эти слова. Ширагунатха показал, да, то есть это не обычный вайшнав, это не обычная из миллионов-миллионов Тулуси, это величайшая. Рагунатха Дасбабаджи показал высочайший, недосягаемый уровень, досягаемый, но мы должны, для нас это ориентир, высочайший уровень преданности. Тадайка дживанам, вся моя жизнь принадлежит только тебе. Да, и сейчас, представляете, наш Рагунатха, да, он лежит на берегу Радхакунды, поет, молится и поет. Он плачет, да, взывает к свамини, он потерял ее, он только что служил ей, да, получал бетель от нее, но теперь он, да, он не видит вот это мгновение, и он молится. Это Тулуси твоя, Рада, я твоя, твоя, я без тебя не выживу в этом мире, я не выживу без тебя. И вот, Саакра, да, я не могу с тобой, я твоя, я твоя, ты хочешь вернуться. Я без тебя не выживу. И вот такое чувство, вот это чувство, это вершина преданности, вершина вот этого Лианы Бхакти. И она тогда с Бхабачи провозглашает столбы нашей Рагануга Бхакти, нашей клана Радхарани, такую беспокойную преданность, беспокойную преданность служанок, кинкари и манджари, радхики, направленную к Радхе, наполненную великими чувствами близости, доверенности, нельзя найти ни у каких других слуг Господа. В расах имеется в виду. В расах имеется в виду. Да, и Рагунатха, знаете как, ну то есть мы должны, да, это очень страшно, я считаю, стихи такие очень болезненные. Да, то есть такой плач, мы должны понимать, что Рагунатха, да, он находится сейчас на пороге жизни и смерти. И он взрывает, я без тебя не выживу, ведь я же твоя, я твоя. Это Туласи твоя. Да, и говорится, что вот это настроение, да, и вот эти пхавы, чувства манджари, это эти вечно сладостные, да, махавани наставления, да, вот эти чувства наших, да, гуру-дэвов, они наполнены опытом, опытом баджана расы, да, или лиласмарана расы. Жизнь преданных, да, жизнь в Айшнаве, в Мадхурья расы, да, в тех, кто связаны только с Радхарани, да, с ее играми, и ее возлюбленного Моханы. Эти вечно сладостные, а, это я прочитал, жизнь таких преданных Мадхурья расы, она благословена, когда они слушают, знаете, как, я бы добавил, не только слушают, слышат, слышат и воспевают эти сладостные, великолепные слова нашей Туласи. Как сладостно, как сладостно наша Туласи. Она предается с таким чувством доверенности и близости к Радхарани. Рада, Рада, я же твоя, Твоя Туласи, да, она, я же не могу без тебя жить. Рада, Рада. Как сладостно Туласи surrenders here, filled with feelings of positiveness. Эта Туласи is yours. She cannot live without you. Да, сейчас здесь Ананта Дасбабаджи сравнивает сердце Рагунатхи, да, с лотосом, с лотосом на воде, который раскрывается, да, когда встает солнце, да, солнце Радхики. Ты читай начало от Курика, и так, с легким дополнением от меня. Дополнением картины, да. Just as the bees become attracted to the opening lotus flower at that town, similarly the mind of the practicing devotee will be attracted to Shia Radhika's lotus feet. After hearing these fragrant honey-like words. This attraction It's the beauty of devotion. It's the beauty of devotion. This is the beauty of relation. This is the beauty of love. This is the beauty of love. You say, I want to forget Krishna, but I don't know how to forget to all my friends Haritavishakha. Can you help me, that I can forget this Krishna? Radhika говорит, ой, я так хочу забыть Кришну, но у меня не получается, я не знаю, как сделать это. О, мои подружки, Лолита и Вишака, вы можете мне помочь в этом деле? Как мне забыть его? Каким-то образом забыть его. Каким-то образом забыть его. Я не хочу помнить о нем. И так же, Манжари не могут видеть его без Свамини. Манжари, подобно этому, Манжари, подобно пчелкам, а Свамини, подобно этому меду. Она махабхава. Она махабхава. Она махабхава. Если чувств нет, я не могу быть близок к махабхаве. Но в материальном мире нет чувств. То, на что мы медитируем в материальном мире, в этом нет чувств. Это просто коробка. Это материальная коробка. Там нет чувств у нее. Этот компас также не имеет никаких чувств. Но он способен показать тебе путь. Духовная жизнь означает жить в чувствах, жить чувствами. Отношение, чувство, любовь — это самое главное. Не санатана, дхарма. Это жизнь Иисуса. Посмотрите на жизнь Иисуса. Вы же все знаете Иисуса. Он имел отношение со своим отцом или нет? Ну да. Он наговорил, я твой сын, а ты мой отец. Я твой сын, а ты мой отец. Это чувство, или нет? Он никогда не учил никакой религии. Он никогда не учил ничего другого. Только отношения и чувства. Так же Махапрабху говорит об этом. Все, что нам нужно. Все, что нам нужно, God, I closed the glass. Господь – это цель. В чатан-чатан-рит, любовь – это цель. Это чатан-чатан-рит. Любовь – это цель. Бог – это цель. Любовь – это цель. Любовь – это объект. Любовь – это объект. Бог – это ашре. Ашре – это объект. Господь – это субъект, а любовь – это объект. Кришна – это субъект, а объект – любовь – это радика. Так что любовь – это цель – это любовь. И Кришна принял настроение Радики и цвет тела Радики, цвет тела Радики. Раде – Раде – I see very happy. Раде, Раде – Baba. Раде – when I see her very happy. Кришна – oh… Итак, Кришна пришел к Чайтани Махапрабху, и его учение состояло в том, что любовь – это цель, любовь – это беда. И в Чайтани Махапрабху сказано, что если я приму прибежище у Рупы и Рагунатхи, то все станет очевидным для меня. Ты – Радхаговин – Радхаговин – Расик Бактан. Радхаговин – Расик Бактан. Радхаговин – Расик Бактан. Расик Бактан. Я ступик, я маленький, я скрылся, рады рады, не спасибо, Гурман. Не скрылся, ты шикар. Да, шикар. Расик Бхакта. Расик Бхакта, я говорю, Расик Бхакта, ты и Дамодар. Так что я чувствую, что не нужно раз и больше, два расика уже есть, Дамодар и Рады Гурман. И это был мой желание. О, Гуру Дэв, мы нужны тебя. Мы нужны тебя, Гуру Дэв. Я нужна тебя, но ты так busy. Гуру Дэв. Что ты говоришь, Гуру Дэв? Переведи нам. Гуру Дэв сказал, говорит, что я вам не нужен в России, у вас 100 красиков много. Я сказал, нет, Гуру Дэв, вы нам нужны. Гуру Дэв, переведи мои слова. Гуру Дэв, он говорит, что вы все правильно говорите. Мы говорим, это ты нас заставляешь, Гуру Дэв. Гуру Дэв. Гуру Дэв, вы говорите, Гуру Дэв, что все он говорит, это только твои слова, что вы его не заставляете. Он как пупец, делая то, что вы делаете. Это тоже не заставляет. Это тоже не заставляет. Я благодарю тебе очень. Ты очень благодарен. Я так благодарен вам. Россия нужна эта страна, в России такая большая. Россия очень большой. Они очень сильные люди, с Россиным. Если они за что-то ввелись, они не сдаются, да, не оставляют. Только вы нужны шаг, чтобы встать в голову. Они никогда не бросают его. Пока девотис. Пока девотис. Пока мид с Гуру Дэфлэг, straight forward. Пако, Гуру Дэфлэг говорит, они такие пака, преданные, то есть те, которые никогда не изменяют, да, никогда не изменяются, такие прямые. Си май бетти, прям мадури, фикш, пака. На мою дочку, на прямом ад, говорит, она пака, устремленная. Есть, Гуру Дэфлэг, есть, дай го. Литл квештин, литл квештин, баба. Литл рашн квештин. Матхурика, да винда махини, у тебя что-то с микрофоном все нормально. Если что, пусть Матхурика, лимон, матушки, раз переведите, да. Да, вот вопрос, вот такая жажда, вот, да, вот, которая, вот, о чем, да, Гуру Дэф говорил выше, вот это горение, что, что, вот это состояние. Понятно, что мы сейчас не можем, как Садакит, проявить это, но должны ли мы мечтать вот это, вот это желание, да. Вот сейчас мы прям его можем, вот на нашем уровне, да, ну, знаете, как просто вот медитация, что вот до такого доходить, да, то есть, это вот наш маяк, наша цель. Понятно, Матхурика? Ну, или Говинда махини. Да, Говинда махини. Говинда, да, махини. Он говорит, что он не может услышать меня, сейчас? Вы слышите меня? Да, да, хорошо. Окей, Говинда, 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 он спросит, что Шиларагунадхадасгасвами, он самый высокий, и его горький, он самый высокий. Но у нас, он самый высокий, он самый высокий, и он самый высокий, он уровень, который прогнозvak Как это возможно для нас чувствовать так, и это возможно? Я скажу. Один — Санчарьба. Санчарьба — это движение. Существует Санчарьба, двигающаяся, изменяющаяся. Туда-сюда меняется. Никогда не останавливается. Иногда я думаю, это иногда то. А второй — это Санчарьба — фиксированная природа. Что нам нужно в нашей жизни? Мой вопрос. Наше желание должно быть зафиксировано. Только мой Иштадев, только моя Свамини Радхика в моей Сварупавеше. Любые желания помимо этого — это материальные желания. Согласны или нет? Согласны или нет? Да. Да. Все скажите мне, да или нет. Да. Нас записывают. Мой любимый друг не двигается. Я не знаю. Первый раз я его видел. Я согласен. или нет? Ты согласен или нет? Кому-то груда. Дерек Питер. 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 Когда я зафиксирован, я вхожу в это свое состояние, изначальное состояние, о котором говорил Шила Прабхупада. Четвертая страница Бхагавад-Гита. А Прабхупада. Боя девочная практика. Почему мы делаем девочную? Прабхупада говорит, что не заражает, или что? Нет, это заражает. Вы можете услышать? Последствием преданного служения. Что мы обретем? Мы обретем вкус. Нет, мы обретем сварупу. Вначальное положение. Проверьте сами. И эту сварупу нам нужно довести до совершенства. И в этом и состоит духовная жизнь, если по-честному. Если этим не заниматься, то вы будете вечно изучать карму, майя, Бога. Мы в этом заинтересованы, но не в обретении пяти видов личностных чувств. Какая прекрасная Бхагавад-Гита Прабхупада. Десять-пятнадцать. Десять-пятнадцать. Кришна сам не может себя понять. Его можно познать только через его энергию. Хладини. Хладини Шахтеву, Грудеф. Нет, говорит, он так сложно им не говорил. Грудеф, sorry. Он так сложно им не говорил. Это же были совсем молоденькие мальчики и девочки, которым прям как первоклашечкам надо было очень простым языком. Он не говорил сложный термин. Поэтому он просто искал энергия. Без термина, конечно. Это же прекрасно, да? Да, правда? Да, да. Я с вас удивлю словами Прабхупада. Если вы согласны, конечно, с этим. Бхатархи, вы скажете, что там есть. Десять-пятнадцать. Бхагавад-Гита. Чего вы спросите, Грудеф? Извините, я не могу слышать. Я не знаю. Бхагавад-Гитар, я вижу первый раз. Твой имя? Я смотрю. Десять-пятнадцать. Он кого-то из Бхага просит взять книгу и прочитать. Десять-пятнадцать. Бхагавад-Гитар. 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 Бхагавад. Бхагавад. О, да, да. Я согласен. Видите, ты не знаешь себя by your own potencies. Вы effectivelyugh. Потенция. Потенция. Что есть это sense of potency? Тем не менее потенция. Тем не менее потенция. Тем не менее сам понимаете под твой потенцией. Ты себя даже сам понять не можешь. Как ты Бога поймешь? Это реальность Кришны. Такова реальность Кришны. Очень хорошо. Он дает ощущение. И когда ощущение находится, то есть Расай. Он дает чувство. И когда чувство здесь, то и Раса появляется. Раса Вайсаха, а без чувств и Расы не будет. Без Расы нет чувств. Да. Когда и Раса, и чувство вместе, это Ананда. Безuced Masters. Анапфа. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во второй главе он говорил... Арджуни, что он его наставил в буддхи-йоге... А здесь объясняется буддхи-йога... Буддхи-йога, или высший разум, это действовать в сознании Кришны... Еще одна вещь... Скажите, кто является сознающим Кришны? Радхи... Манджари не в сознании Кришны... А не в сознании Радхи... Они Кришну называют это любовник моего босса... Он не заинтересован... Если они будут заинтересованы в Нем, они станут саки или гопи... Не в Манджари... Если они будут заинтересованы в Нем, они станут саки или гопи... Если они будут думать о Кришне... Видеть сны о Кришне... Тогда они уже перестанут быть в Манджаре... Станут саки или гопи... Согласны или нет? Прабхупат, слушай, Прабхупат... Что вы будете принимать или нет? Многие еще не принимают... Сейчас никто не принимает, что Прабхупат... Продолжай... Буддхи-йога значит практика в развитии интеллигенции. Буддхи-йога значит практика в развитии интеллигенции. Это развитие разума, в общем, для того, чтобы познать Господа Бодхи-йога. Другими словами, Бодхи-йога — это процесс, благодаря которому человек распутывается из-за глубка этого материального мира. Татак Гурдев всегда просит подчеркнуть, что конечная цель прогресса — это Кришна, то есть не вообще конечная цель, а конечная цель прогресса. То есть из какого-то действия. Еще раз прочитай. Конечная цель прогресса — это Кришна. Прогресс — это Кришна, говорит Бодхи. Без Кришны не будет прогресса. Но я скажу вам «но». Я скажу вам «но». Прогресса. Если я забуду душу, я забуду сверхдушу своего Спасителя, тогда не будет никакого прогресса. Мария Магдалена говорит в Господу, что один день Иисус пришел к мне. «Джон, ты спросишь о бедах?» Я спросил самую вопрос от Иисуса. Он говорит, что беда — это то, что ты забудешь, что ты был убран. Однажды Мария Магдалена в своих писаниях говорила, что во время беседы с Иоанном он спросил ее, что значит грех. И она ответила ему, что однажды я задала этот вопрос Иисусу. И он сказал, что грех — это то, что мы забываем, что мы есть душа. Когда я забываю, что я душа, я забываю автоматически своего Спасителя. Нет. Нет. Нет проблем. Итак, это прогресс. Он, по Своему, наш прогресс может увеличиться. Поэтому только благодаря Кришне наш прогресс может расти и увеличиться. В какой-то степени Кришна является целью. Но посмотрите, Цель чего? Цель прогресса. Да. 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 perché джограм? Другими словами, буддхи-йога – это процесс, когда человек выпутывается из этого клубка материального мира, и для этого ему нужна компания продвинутых преданных и квалифицированный Духовный Учитель. Я хочу указать вам на то, что здесь написано о важности квалифицированного Духовного Учителя. Кто такой квалифицированный Духовный Учитель? Нем – Шри Гуру. Его называют Шри Гуру. Прабхупад – это Шри Гуру. Прабхупада – это Шри Гуру. Шри Гуру – это Рададаси. Я вам это докажу. Я вам это покажу. Я, говорит, уже согласен. Останови здесь. Здесь написано, да, нужно подписаться с этой целью, то есть расписаться с ней. Это очень важно. Прабхупада – это что-то. Можно написать за сон. Я тебе просыпаю. Если ты, соответственно, узнал, Logо. Прабхупада – это шри Гуру. You can shoo me or not. You have to keep the contract. I break the contract. 100% I say, 60, 70% not assigned. So he's talking on and on about Krishna. If I assign the contract, I don't talk. I quiet. Let me translate, please. Грудеф объясняет, что такое расписаться с Кришной. Он приводит пример, если мы подписываем с кем-то контракт. То есть там указано, что бизнес-контракт, что я получу такую-то сумму денег. Если мы подписываемся, все, расписываемся, мы уже не будем этого человека спрашивать, а ты точно дашь мне деньги? А когда ты это делаешь? То есть в контракте все написано, и мы расписываемся. Но я вам хочу сказать, что 70% вакт, они не расписались с Кришной. Потому что когда мы ставим свою подпись, все, мы о нем больше не говорим. То есть мы подписались, что мы знаем, кто он, мы к нему чувствуем определенные чувства, и мы не должны больше о нем говорить. Но если снова и снова вакты говорят о Кришне, это значит, что они еще с ним не расписались, они еще в чем-то не уверены. Кришнецам. 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 Брабхапат, the right thing about that. Go on. Then the path is slowly, but progressively traversed. Ultimate goal is achieved. Ultimate goal is achieved. Ultimate goal. После того, как вы расписались, медленно, но верно, мы начинаем двигаться к нашей конечной цели. Грудеф подчеркивает, да, смотрите, конечные цели. Здесь говорится о конечной цели. Если вы 10-й, то вы можете быть ученицом. Если вы 10-ю главу пройдете, то вы как выпуститесь, да, то есть из школы и начнете свое университетское образование уже на специалиста, да, высококлассного. После 10-го класса я уже заканчиваю школу, да, это как 10-й. После выпуска из школы мы уже идем учиться на скотч-чудистов. So here, Prabhupada, again, repeat the slide. One should know that the goal is Krishna. When the goal is assigned, then the path is slowly, but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. Каждый должен знать, что цель – это Кришна. И когда мы расписались с этой целью, тогда медленно, но верно, мы начинаем двигаться к нашей финальной цели, да? He will say Ram Bhakti or Shiva Bhakti. Radha Bhakti. Radha Bhakti. Нам нужно Radha Bhakti. Because it's slow. It's not very fast. It's a very slow process. But it's steady. But it's steady. It's a very slow process.